Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Но княгиня Мария Алексеевна была бы разочарована. Связь их была почти интимной, но не плотской. Если он и влюбился в нее, то она в образ, созданный ею Ведь не зря же говорят, режиссер обязан влюбляться в своих актеров Иначе ничего не получится Пугачева появилась с Челобановым там-то-там-то И явно, явно нежно прижималась к нему А я вообще нежная, в конце концов Я не только к Челобанову прижималась Ну, что я могу сделать? Ну, вывод У меня приступы нежности, Глеб Анатольевич Я к вам прижималась вчера Ну, и какой вывод из этого? С СВЧ отношения все-таки были творческие, близкие, человеческие Но не то, что намекали газеты Ну, не только творческие, естественно Они были близкие, человеческие отношения Вот это главное В чем это выражается? Конечно, домыслы всякие были Ну, я очень люблю того артиста С которым у меня творческие отношения Ой, Господи Запутаешься тут с вами Я даже покраснела, честно говоря Ужас какой Вообще, это ужасная судьба звезды Значит, стоит появиться... Ой, не надо, ой, не надо Она прекрасная Она прекрасная Вот, я действительно их всех очень люблю Кому прижимаюсь и к кому не прижимаюсь Все Что вы меня замучили Я скромная девушка У меня до слез довели Вы видите, я плачу Ой, какой кошмар Уйдите от меня, смотри Рождественские встречи 92 Воспринимались совсем по-иному Да, конечно Новые декорации Краснова Дом, двор и песни нашего двора Но главное было в ином настроении В этом настроении Тревога И робкая надежда на светлое будущее Ведь тогда мы все только пережили Зловещие события Связанные с ГКЧП Сегодня я признаться не боюсь Мои друзья сказать, что завтра будет Московская нечесанная Русь Расчешет лохмы Бегудина крутит Накрасит губы Вытащит гармонь Напудрится Пойдет гулять по свету Ладонью громко хлопнет Ладонью И разменяет Звонкую монету Ну как бы мы встречались с Пугачевой И она говорила, что Мне бы интересно, чтобы это был такой город Понимаешь, что улица Подъезд Фонарь Дворик Уютный Такие места, где можно Существовать Многие делали дворики Но, конечно, такого двора, как было у Аллах-91 Я думаю, мало у кого было Все-таки трехуровневая декорация В то время было ее построить Когда не было ни фанеры, ни дерева, ни пластика, ничего Было очень сложно Уртстекло выпускали в городе Дзержинск Горьковской области И туда ехали наши снабженцы Взяв кофр, колбасы, мясо, тушенки, ветчины Чтобы взять уртстекло, элементарно вставить стекла Поликарбонат Это нужно вспомнить Красок нет, кистей нет Наступит день Я радости напьюсь И про меня блаженный кто-то скажет Московская нечесанная Русь Она себя еще не раз показывает Такая была задумка, когда две стороны Вот в макете это видно С одной стороны как бы дом, балконы какие-то производные А вторая это была абсолютно копия Фрагмент ее дома на Тверской Где она жила в то время, где был просто бум Поклонников, поклонниц, фанов И почему-то вдруг Она где-то буквально за дни 10 Говорит, я не хочу мой дом, не хочу мой балкон Не хочу мы Там в фильме Уроднянского есть Что-то Когда я говорю про эту лестницу боковую К желтыми деревьями Что было под рукой То из этого лепили на ходу И сказал, что лестница нашей осень Осень нашей любви И у критики что-нибудь напишут Сыграй нам дядя Ваня на баяне Как командарм буден и вел вас в бой Про то, как любит нас, говорит Сталин Про то, что ворошилов наш герой Налейте-ка в стаканчики пустые Российский ароматный самогон За русский дух, за матушку Россию За то, что в нас не будет сломлен он КОНЕЦ Я звоню тебе дома Целый день сидишь дома Ты не хочешь со мной гулять Вчера отказала опять На меня любовь твоя Такая ненужная Ты такая противная И все же ты девочка видная Я с тобой герой Я с тобой такой Я с тобой такой Защитить смогу тебя Я смогу тебе Все смогу тебе Ты поверь мне Дома я люблю тебя Дома, дома Выходи из дома Дома, дома Я страдаю дома Шел 1991 год Если, конечно, мне не изменяет память Надеюсь, так и было Помню лестничную клетку 17-й подъезд Останкино Холодно Тогда уже как бы Полуразрушенное здание Но для нас это была такая обитель Для меня, для моего партнера Это было, в общем, это все равно был храм Это все было святое Там ходили и ходят великие люди А нас еще практически там нет Кроме таких Внецентральных каналов И совершенно уставшие Я не помню по какому поводу В 12 часов ночи мы были На этом входе Возвращались, по-моему, с какого-то интервью И вот идет сама В окружении фанатов Работников телевидения Молодежи самой популярной В то время И вдруг Алла Борисовна замирает на лестничной клетке В лестничном пролете И говорит А, по-моему, Саша набрал в рот воздух И сказал Алла Борисовна Тогда все знали, что рождественские встречи И мы, по-моему, то ли отдавали кассету через кого-то То ли просили Как бы сами даже не рисковали И вдруг она поворачивается Он говорит Алла Борисовна Она говорит Так царственно Снизу Вот с этого пролета Сверху вниз Говорит Знаю, знаю Очень низко так Знаю Приходите Посмотрим По-моему, мы еще минут 10 стояли Как вкопанные Был совершенно детский восторг Сама сказала Знаю, знаю Приходите Приносите И дальше уже пошли И принесли материал И вот она Как бы нас тогда взяла И с ее легкой руки С песней Тома, Тома Мы пошли Тома, Тома Выходи из дома Тома, Тома Я страдаю Выходи из дома Выходи из дома Тома, Тома Я страдаю Выходи из дома Выходи из дома Выходи из дома Выходи из дома Диалог ночной В облаках мечты для желанных свиданий Что тебе сказать, как тебя понять До сих пор я не знаю Я боюсь, что ты скажешь мне прости И уйдешь от признанья Ночь уходит красный метр Безжалостной зари Помоги мне на мгновенье Ее останови Стоп, ночь, подожди, подожди, не уходи Стоп, ночь, подожди, мне нужны кланы огней Стоп, ночь, подожди, подожди, не уходи Стоп, ночь, подожди, подожди, не уходи Стоп, ночь, подожди, мне нужны кланы огней Стоп, ночь, подожди, подожди, не уходи Стоп, ночь КОНЕЦ Ночь безмолвною была, тихой, как погост. Не навстречу ты плыла в окруженье звезд. Ах, какой ты юной была, и с ума мне сердце свела. Стюардесса по имени Жанна, обожаема ты желанна. Ангел мой неземной, ты повсюду со мной, Стюардесса по имени Жанна. Ангел мой неземной, ты повсюду со мной, Стюардесса по имени Жанна. Ты мой пятый океан, чудо-человек, Пусть небесный наш роман длится целый век, Пусть нас минут злой и обман. Ты нежданны, девка ураган. Стюардесса по имени Жанна, Обожаема ты желанна. Ангел мой неземной, ты повсюду со мной, Стюардесса по имени Жанна. Ангел мой неземной, ты повсюду со мной, Стюардесса по имени Жанна. Стюардесса по имени Жанна. От забот меня зовёт От печали прочь Нескончаемый полёт С Тюардесса ночь Я лечу и Небо поёт И всё выше Наш самолёт С Тюардесса по имени Жанна Обожаема ты желанна Ангел мой неземной Ты повсюду со мной С Тюардесса по имени Жанна Ангел мой неземной Ты повсюду со мной С Тюардесса по имени Жанна С Тюардесса по имени Жанна С Тюардесса по имени Жанна Субтитры подогнал «Симон» Мы говорили, публичность жизни звезды неизбежна Но почему-то всех безумно интересует один вопрос А где жила сама звезда? Ну если не во дворце, то очевидно в роскошных апартаментах, двухэтажных, со всяческими чудо-новшествами Ничего этого не было Были две комнатки, комнатушки родителей В старом деревянном домике, в зонточном переулке на Крестьянке Там родилась и Кристина Потом две стандартные комнаты в таком же стандартном доме в Кузьминках И наконец квартира хорошая, но ничем особым не отличающаяся Ее выделил массовет Пугачевой Но странное дело Если раньше про дом этот говорили Это тот дом, в котором магазин подарков Теперь его стали называть домом Пугачевой Я там не был Но судя по отзывам Это жилище Пугачевой Производит на многих огромное впечатление Такое необычное ощущение Как будто ты попадаешь в дом Президента Российской Федерации Как это ни странно Потому что внизу караулило человек 150 каких-то девочек Которые там орали, ругались Там, а вот еще одни козлы приехали, эти артисты Там наверху бомж лежит с пузырьками Зашли в квартиру А там Сергей Васильевич Чалобанов со своей группой Я помню, мы опять же с тем же Сколи Расторговым Приехали к ней домой И увидели очень такую вообще странную картину Что около ее двери Около входа в квартиру Лежит бомж На матрасе Стоит огромное количество каких-то бутылок Пузырьков каких-то Лежит человек с топором Мы сначала были удивлены Значит, позвонили Она открывает в ужасе Говорит, представляете, до чего дурдом дошел Говорит, человек хочет меня забрать куда-то Мы говорим, а куда? Она говорит, ну вот там какая-то планета у нее там Все, он пришел меня забрать Ну а мы же с Колей ребят спортивные Мы этого, значит, с этим матрасом выбросили Она говорит, бесполезно, все равно придет Будет ждать У него, говорит, в его голове мысль только одна Меня забрать с собой Ветерной песню спорю мне о земле Она еще хранит Теплоту души моей Радыша болит Плачет где-то и волга Плачет след берез Эти глаза полные слез Я с тобой унес Я унес Ты прости меня Пресвятая Русь Ты прости меня За стакан вина За эту слабость Что не в радость Не в радость В 1972 году Оркестр Лундстрема приехал в Ленинград на гастроли И я, будучи автором уже двух известных песен Золушка и Толстый Карлсон Уже как такой мастер ленинградский Пришел на этот концерт И меня удивила юная актриса Которая с тросточкой в цилиндре Самым первым номером она выступала В общем это говорило о том, что она Начинающая как бы в этом оркестре В то время мы писали песни Не для кого Мы писали с композиторами У нас были клавиры И мы предлагали ведущим артистам Вот эти песни Я пришел в номер к Аллочке Вот теперь я знаю, что это была Аллочка Вот, она сидела в свитерочке В каком-то сумрачном номере На каземат похожий Вот, и, ну я как мастер уже такой сказал, что Алла, прежде чем я вам покажу свою песню Вот здесь есть одна певица народная Давайте покажем ей одну мою песню Вы мне подпоете Ну, она безропотно согласилась И мы пошли к этой певице И спели песню Любовь должна быть добрая Там была моя мелодия Мои стихи Ну, кончилось тем, что эта певица Так сказать, с королевским жестом Отправила нас в коридор Мы идем грустные такие Фиаско потерпели Я говорю, Аллочка Возьмите себе эту песню Нет, мне эта песня тоже не подходит Как аукнется Какая крикнется Если песня Так только Любимая Может быть Потому Часто Снится мне Неземная любовь Журавлиная Ход Любовь должна быть добрая Какая крикнется И мне трубой не хочется Ими своей горлобой Пока она не хочет Познайте раз Должна быть добрая Или еды трубой не хочется Ими своей горлобой Пока она не хочет Спасибо! Нет, мне эта песня тоже не подходит. Я тогда открываю этот самый чехол матерчатый и вынимаю клавир песни. Посидим по окам. Она говорит, вот это годится. Прошло какое-то время, не какое-то время, а прошло полтора года примерно. Я включаю телевизор, идет Всесоюзный конкурс артистов эстрады. И Алла поет эту песню. Потрясающе поет. Остро-характерный такой образ. Ну, я очень порадовался, я позвонил ей. И с той поры у нас наладились какие-то такие телефонные связи в начале. А дальше уже. Дальше уже все развивалось. Дальше. В программе впервые выступила композитор, певица, автор своих текстов Ольга Лебедева. Алла потом признавалась, что ее песня помогла ей возродиться из пепла. Новая ритмика, новая мелодика и новое стихосложение. Но главное, в этой программе песни, спетые Пугачевой, раскрыли ее душу. Она публично исповедовалась. Песни отвечала на упреки друзей. Песни же отвечала на нападки прессы. А нападок этих хватало. Я не хочу этих мелочных сцен. Я не хочу идиотских обид. После твоих бесконечных измен Сердце уже ни о чем не болит. Впрочем, себе одного не прощу. Я обещала тебе, что теперь Я никогда тебя в дом не впущу. Ну, открываю проклятую дверь. Мимоходом Ты обидел меня Мимоходом Ты стал крутым Непонятно с чего И обожаешь себя Одного Мимоходом Ты обидел меня Мимоходом Была-то бы я Но скажи мне, за что Ты сам себя превращаешь Ничто Мимоходом Их доверяла тебе свои сны И до утра я ждала у окна Сны оказались тебе не нужны Да и самая тебе не нужна Сотни поклонников Дарят цветы И намекают На личную жизнь И говорят Алча, ты же звезда Ну, откажись от него Откажись Мимоходом Ты обидел меня Мимоходом И стал крутым Непонятно с чего И обожаешь себя Одного Мимоходом Ты обидел меня Мимоходом Ну, ладно бы я Но скажи мне, за что Ты сам себя превращаешь Ничто Мимоходом О-о-о-о-о-о-о Мимоходом 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 Ты обидел меня Мимоходом И стал крутым Непонятно с чего Мимоходом И обожаешь себя Одного Мимоходом Мимоходом Я видел меня Мимоходом 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 И народ не успевает Думать Как она это делает Успевает Пугачева Это 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 великое одиночество Она спела Такие песни Которые Не одинокий человек Не споет Внутри себя Одинокий Не оставляй Меня Одну Не оставляй Меня Холод Этой Ночи Такой Что Я Становлюсь Больным Я Сама Могу Припомнить Многое Я Сама Могу Боюсь Сказать Больное Каждый Миг Сама Чувствую Себя Убогой И Мой Шепот Срывается На Крик Могу Винны Ли Мы Что Наши Ночи Холод Не пить Но его До конца Даже Нам Страшно Постичь Не оставляй меня, я совсем одна Не оставляй, я не буду слишком гордой Рука отчаяния так холодна Легла на мое горло Я сама обнесла себя оградой Я сама носила камни для своей стены Сама отвергла всякую награду Я сама не помню для чего мы Рождены повинны ли мы Что наши ночи голодны Это сделали мы Но хотели ли мы А вины ли мы Что наши ночи холодны Это сделали мы Но не оставляй Меня одну не оставляй Мне страшно в этом мире Не оставляй Одиночество бегуна на длинную дистанцию Известная формула, проверенная временем Применительно к Пугачевой можно было бы сказать Одиночество певицы на дистанции длиною в жизнь Объяснить это трудно Если ты художник То даже без башни и из сломовой кости Ты обречен на одиночество Что это? Проклятие творчества? Мне влюбиться слишком рано А быть может слишком поздно Никому не верю я Как прежде Море счастья обмелело И река любви замерзла Но осталось озеро надежды Море счастья обмелело И река любви замерзла Но осталось озеро надежды Озеро надежды, всё как есть прими Пусть никто не понял, ты меня пойми Озеро надежды, имя назови И скажи, куда мне деться От моей любви Слез тем зеркало в прихожей На гитаре лопнут струны Я надену белые одежды За собой захлопнут двери И однажды в полнолуние Я приду на озеро надежды Я приду на озеро надежды Озеро надежды, всё как есть прими Пусть никто не понял, ты меня пойми Озеро надежды, имя назови И скажи, куда мне деться От моей любви Ты прости меня, мой ангел Что хранил меня напрасно Не могу я быть такой, как прежде Скину белые одежды Скину белые одежды И войду в живую воду Озеро надежды Озеро надежды Озеро надежды, всё как есть прими Пусть никто не понял, ты меня пойми Озеро надежды, имя назови И скажи, куда мне деться Озеро надежды, всё как есть прими Пусть никто не понял, ты меня пойми Озеро надежды, имя назови И скажи, куда мне деться О моей любви АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Валерий Курас Валерий Курас Валерий Курас Валерий Курас Валерий Курас Валерий Курас Валерий Курас